Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 10 главу. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и ворочевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей брат его, и Аков Заведеев, и Иоанн брат его, Филипп, и Варфоломеев, Амай и Матфеем и Тарь, и Аков Алфеев, и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит, и Уда Искариот, который и предал его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город самарийский не входите, а едите наипачек погибающим овцам дома Израилева. Видим, что Господь Иисус Христос для жатвы Своей избирает двенадцать апостолов. Русская Православная Церковь имеет апостольскую преемственность от апостола Андрея Первозванного. Можем показать апостольскую преемственность от апостола Андрея Первозванного до святейшего патриарха московского всея Руси Кирилла. Патриарх московский, 179-й от апостола Андрея. Духовная преемственность очень важна. Духовная преемственность — это не просто механическая передача зданий или рукоположения, которое передается через епископат. Духовная преемственность — это прежде всего и передача образа жизни и тех даров, которые Христос дал своим ученикам. Апостол Павел во втором послании к Тимофею так и пишет своему преемнику, епископу Тимофею. Первая глава, шестой стих. Пишет так, возгревает дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, то есть дары исцеления, вспоможения, которые он дал здесь своим апостолам, врачевать всякую болезнь, всякую немощь, изгонять нечистых духов, дал эту власть своим апостолам, приводить людей ко спасению, через эта власть передается и дары передается через рукоположение. Поэтому всякая организация, отделяющая себя от единства церкви, не имеющая преемственности апостольской, можно назвать организацией бездарной, в прямом смысле этого слова. Бездарной — значит, не имеющая этих даров. И вряд ли смогут они чем-то помочь, хотя мы слышим о них, например, о харизматах, что есть там какие-то чудеса, которые они творят, но, скорее всего, это манипуляция. Хотя, с другой стороны, как сказано, что и бесы могут творить чудеса, и сказано, что сам сатана примет свет ангела, так что и чудеса, и знамени с неба дабы прелестить, как сказано, и избранных, то есть те, которые находятся в церкви. Видим, что перечисляются имена, и здесь, прежде чем приступить и сказать немного о самих апостолах, то здесь делается такое Христом им повеление, чтобы они сначала шли к погибающему дому Израилеву. Вот Григорий Великий пишет, что это не означает то, что они не должны идти по всему свету, как сказано в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сынства и Духа», а тут говорится, что только к Дому Израилю. Сказано и паче, то есть сначала. Вот как пишет Григорий Великий, цитата. Конец цитаты. То есть мы видим, что фарисеи и иудеи всегда упрекают, и всегда у них есть какое-то недовольство, поэтому Господь говорит, идите к ним сначала, те, которым были посланы пророки, может быть, они покаются. Действительно, некоторые и каялись, и многие, например, Никодим и другие, очень множество имен иудеев, которые принимали Христа как Спасителя и как Мессию. Ну, были и те, которые отвергали как среди язычников, так и среди иудеев. Имена апостолов, и очень важно для нас знать их, и еще важнее помнить, что апостолы после того, когда на них сошел Дух Святой, они пошли по всему миру. И вот кому какой был удел, и где кто проповедовал об этом, ну, хотя бы кратко хочется сказать. Например, Андрей Первозванный, брат Петра, проповедовал в Византии, Фракии, Македонии, Малой Азии, Алании, в Крыму, в Причерноморье на Руси около 62-го года по Рождеству Христову. В Патрах был распят на кресте в виде буквы Х, поэтому называем Андрейский флаг, если кто видел. Вот на такой форме креста был распят апостол Андрей, поэтому этот флаг называется Андреевским. Часть главы находится в Амальфии. Память совершается 30 ноября или 13 декабря по новому стилю. Если подробнее кто-то хочет почитать о путешествиях миссионерских апостола Андрея Первозванного, который дошел по северу, даже до Нижнего Новгорода, по югу, вот я перечислил те страны, то это можно сделать. Есть такой многотомник «Русская история», митрополита Макария. Очень интересно с подтверждениями, он все это делает, ссылки очень такие весомые, исторические ссылки на древние документы. Пожалуйста. Апостол Петр, первый епископ римский, проповедовал в Никее, в Сирии, в Малой Азии, в Сицилии, в Каринфе, в Испании, в Карфагене, в Египте и в Британии. В 67 году был распят в Риме, вниз головой. Святые мощи находятся в Риме. Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, проповедовал в Испании. Около 44 года усечен мечом в Иерусалиме при царе Ироди Агриппе I. Иоанн Богослов, евангелист, проповедовал в Малой Азии, Иерусалиме, Ефесии, на острове Патмос в начале II века. Мирно почил единственный из апостолов, кто умер своей смертью. Мирно почил в Ефесии. Заботился о Пресвятой Богородице. Это, кстати, еще одно указание на то, что у Богородицы, как богохульствуют некоторые еретики, были еще и дети, после Христа от Иосифа. Это просто действительно кощунство какое-то. Тем не менее, это доказывает, когда он говорит, что если бы были родные дети, они по закону иудейскому должны заботиться сами. Филипп проповедовал в Сирии, Малой Азии, с апостолом Варфоломеем, в Греции, в Аравии, в Эфиопии, в Фригии. Распят вниз головой в Реополе Фригия. В I веке святые мощи находятся в Риме. Рука, что у Филиппа апостол находится во Флоренции. Варфоломеи проповедовал в Сирии, в Малой Азии, вместе с святым Филиппом, в Индии, в Великой Армении, на границе Армении и Азербайджана. В I веке язычниками в Баку распят вниз головой. Поэтому, когда говорят, что Азербайджан чисто исламская страна, хочется показать, что вообще-то ислам возник в 622 году, а это 600 лет раньше, кто там проповедовал, кто там был сначала. В Баку был распят вниз головой, содрали кожу, отсекли голову, часть мощей находится в Риме. Фома, апостол Фома проповедовал в Индии, в Порфирии, в Мидии, в Персии. В I веке мученически скончался в Индии, пронзен был копьем. Свящие мощи находятся в Индии, есть рука в Венгрии и мощи находятся в Мадрасе. Матфей, бывший мытарь, Левий, тот самый, который был признан, чье Евангелие мы читаем, был первый евангелист. Проповедовал в Македонии, в Сирии, в Персии, в Порфирии, в Мидии, в Эфиопии. В 60-м году в Африке распят вниз головой, сожжен людоедами. В Эфиопии, действительно, когда он проповедовал в житие Дмитрия Ростовского, пишется, что эти эфиопы настолько восприняли проповедь евангелиста Матфея, что когда они после его проповеди заходили креститься, то грех, тот самый грех хама, когда, помните, произошло почернение ханаана, то есть даже цвет кожи его изменился, то этот грех смывался, и они выходили беленькими из крещальной купели. Иаков Алфеев, брат апостола Матфея, проповедовал в Эдете, Иудее, Газии, Южной Палестине, в Египте. В I веке распят на кресте в Египте. Иуда Иаковлев, или Фадей, брат Господень по плоти, был в Иудее, Галилее, Самарии, Иудумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении около 1986 года распят на кресте, пронзен стрелами. Симон Зелот проповедовал в Египте, Мавритании, Ливии, Нумидии, Кирине, Абхазии. В I веке в Абхазии распят на кресте. Матфей, который был избран после, когда Иуд Искариот отпал, об этом описывается в Деянии апостолов, проповедовал в Иудее, Калхиде, Македонии. И около 1963 года побит камнями в Иудее, и глава находится в Риме. Поэтому вот 12 апостолов, куда они пошли проповедовать. Я думаю, что это очень важно знать для нас, потому что у некоторых людей складывается какое-то архаическое представление о православии, что это какая-то религия, которая сидит в своих храмах, и она так и начиналась, и вот так вот надо сидеть и ждать, никуда не идти, сидите и ждите, пусть сами приходят все. Нет, миссия церкви, она и состоит в том, чтобы проповедовать людям неповрежденные Евангелия, которые находятся за пределами церковной ограды. И хотя же проповедуйте, что, и говорит им, что надо проповедовать, чтобы приблизилось Царствие Небесное, что они и делали после Дня Пятидесятницы. Они это делали и сейчас, когда Христос их отправлял иногда подвое. Но не всегда, мы помним, что сыны громом приходили и говорят, что наш проповедь не услышали, проповедь Христа не услышали. Господи, не хочешь ли ты, чтобы мы гром с неба снизвели? То есть мы видим, что у них еще эти иудейские замашки, насадить в веру Христову с помощью какой-то инквизиции или силовых методов. Но Христос им их остановил тогда и сказал, нет, вы что, какая молния, не знаете, говорит, какого вы духа. Только после того, когда они уже в День Пятидесятницы были просвещены Святым Духом, тогда только проповедь и сама проповедь, и сама интонация их жизни, она изменилась. Не берите с собой, говорит, да, больных исцеляйте, восьмой стих, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Это тоже важное указание. Даром благодать получили, даром ее раздавайте. Не торгуйте то, что вы получили даром. Потому что, как выражается тоже свидетель Ироним Стридонский, что всякий дар, он теряет свою силу, если за него человек должен еще и заплатить. Ну, как это понять? Например, у нас, когда мы идем по Москве, к нам иногда подходят какие-то люди и говорят, купите, хотите, мы вам подарим книгу. Это кришнаит вот иногда поступает. Человек берет, ну да, интересно, говорит, ну, надо пожертвовать там тысячу рублей. Человек сразу, ой, зачем мне такой подарок за мои деньги? То есть, так и здесь. То есть, если вы даром что-то получили, не требуйте от этого. Тоже даром давайте и ничего не берите. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. То есть, Христос здесь говорит, что не надо брать то, что отяжеляет вашу жизнь в проповеди Евангелия. Довольствуйтесь тем, что у вас есть. Но не говорит, что совсем ни в чем не должен нуждаться человек и проповедующий. Должен. Ибо трудящийся, говорит, достоин пропитания. То есть, заботитесь о пропитании. Как он и раньше сказал, ищите прежде Царствие Божие, все остальное привожится вам. Не заботитесь, говорит, о завтрашнем дне, что вам есть, что вам пить, во что одеться. Об этом заботятся язычники. Поэтому человек, который стал на путь служения Богу, он должен служить не ради хлеба куса, а ради Иисуса. То есть, конечно, он в этом нуждается. Конечно, он нуждается в дорожных каких-то деньгах, чтобы куда-то там долететь, до того же Сахалина или до Барнаула. Но, тем не менее, не должен заботиться, чтобы в том плане, что обогащаться. То есть, довольствоваться тем, чего необходимо на сегодняшний день. Трудящийся достоин пропитания. Вот святитель Анзатауст пишет. Спаситель говорит, такой заповедью спаситель достигал многого. Во-первых, удалял учеников от всякого подозрения. Во-вторых, освобождал их от всякой заботы, чтобы они занимались одной проповедью. В-третьих, показал им свое могущество. Конец цитаты. «Впрочем, замечает, например, блаженный Феофилакт Болгарский, достоин пропитания, то есть пищи, а не роскошного стола, потому что учителям не должно насыщаться, как тельцам упитанным, а есть столько, сколько нужно для поддержания жизни». Конец цитаты. И вот еще апостол говорит Иоанн Златоуст. «Апостолы должны получать пропитание себе от учеников, чтобы они не гордились перед учениками своими тем, что, доставляя им все, сами ничего от них не заимствуются, не заимствуют, и чтобы ученики их не охладели к ним, затем, чтобы апостолы не сказали, «Итак, ты велишь нам жить милостынею», и не вменили этого себе в стыд. Он назвал их трудящимися, а то, что получать будут, пропитанием. «Хотя дело ваше состоит только в учении, но ваше занятие сопряжено с великими трудами. И что давать вам будут ваши ученики, то давать будут не даром, но как вознаграждение, ибо трудящийся достоин пропитания». Вот так пишет святитель Иоанн Златоуст. И мы читаем далее. «Входя в дом, да, в какой город или селение не вошли бы вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». То есть, говорит, узнавайте, где есть христиане, там и останавливайтесь. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выйдя из дома или из города того, отресите прах от ног ваших. Истинно, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». То есть, Христос здесь как бы утешает своих учеников. Он говорит, не все, он действительно так и говорит, приду на землю, найду ли веру на земле. Он ему как бы говорит, не все примут проповедь Евангелия, не все примут Царствие Христово, не все будут его наследниками. Поэтому не печальтесь. Если кто не примет, то отресите прах с ног ваших, воздействие им. Так, в общем, апостолы и делали. Об этом, например, пишется в книге Деянистых апостолов, в 13 главе и в 18 главе, в 6 стихе. Когда их не принимали, они отресали прах с ног своих и шли дальше благовествовать мир. Истинно, говорю вам, говорит, будет отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели город тому. Почему? Потому что там их всего лишь навсего увещевал Лот, как мы помним из книги Бытия, а здесь сами ученики Спасителя, которые благовествуют Царствие Христово. Там они предлагали спасение лишь своей жизни, а здесь предлагается жизнь вечная. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змей, и просты, как голуби». Действительно, миссионер, когда идет на проповедь Евангелия, он как бы вступает в борьбу с миром духа злоподнебесных. Дьяволу очень не нравится, когда из его челюсти вырывают очередную жертву, жертву страстей и греха. А миссионер, по поэду Слово Божие, действительно здесь находится в состоянии такого, как бы так скажем, духовного риска. Поэтому миссионерство начинается с молитвы, середина миссионерства это тоже молитва, и заканчивается миссионерство молитвой. Надо сказать, что без молитвы заканчивается молитва. Без молитвы миссионер это агитатор. Он сам себя подставляет под стрелу лукавого. И здесь нужно быть очень внимательным к своей духовной жизни. Но миссионер не имеет права пропускать божественную литургию, если только он не болен, не на смертном адре. Миссионер не имеет права пропускать праздничные дни. Поэтому молитва. Снова-снова повторю, ваша брань не против властей, не против мироправителей века сего. Есть люди, которые думают, что они совершают дело миссионерства, когда бодаются с политическими властями. не против мироправителей века сего, а против духа злого поднебесного. Вот куда нужно направить все свои усилия. Итак, вот я посылаю вас как овец среди волков. И говорят, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Что значит, как змеи? Что змея защищает, когда человек, когда он встречается с человеком? Свою голову. Видим, что она становится в позу, а теле же она никакого починения не имеет. То есть голову. Поэтому нужно уберечь свою голову от страстей, мыслей, всякого непотребного, что часто содержится в ней. И просты, как голуби. Голубь безобидное. Животное, то есть это образ смирения. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям заменять для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевшие до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилев, как придет сын человеческий. Мы видим, что Христос здесь говорит о гонениях на церковь Божию. Эти гонения продолжались, как мы знаем, со времен самых первых веков, со времен отшествия, вошествия Господа Иисуса Христа на землю, основавшая здесь церковь, и до начала четвертого века, когда вышел Миланский эдикт о том, что христианство императором Константином оно узаконено. Три века, больше, чем три века, лилась кровь мучеников и исповедников. Христос предупреждает и говорит, как необходимо вести себя людям, которые подвергаются гонением. Не надо думать, что эти гонения были только тогда. Мы сейчас слишком, я бы даже сказал, засиделись без гонений. В истории церкви, чтобы столько долго времени не было гонений, а церкви дали свободу в 92-м году без всякого притеснения, чтобы столько на русскую православную церковь, скажем, не было гонений, такого в истории трудно и найти, такой продолжительный период времени, когда у церкви столько свободы, когда она самостоятельна в своих решениях, в своем планировании проповеди Евангелия. Поэтому Христос дает здесь, предостерегает своих последователей и дает им советы, как вести себя. Когда будут говорить, гнать вас и поведут на судилище, не думайте о том, что вам говорить. Дух Отца, говорит, будет говорить в вас. Но это не значит, что сегодня человек не должен готовиться к проповеди, например, Евангелия. Нет, это совсем о другом. Когда поведут, тогда действительно Дух Божий будет говорить через нас. И будете, ненавидимы всеми за имя мое, но претерпевший до конца спасется. Говорит здесь о терпении. Терпением вашим, как сказано, спасайте души ваши. Интересный стих, это 23. Он говорит, что когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израилев, как придет Сын Человеческий. Здесь не говорится о втором пришествии. Здесь говорится о том, что они еще не успеют обойти городов, как Христос придет, пока Он здесь еще на земле. Как пишет об этом Ефрем Сирин, в большей степени здесь говорится о том, что Христос явится своим учеником, когда они будут обходить города после своего воскресения. Он действительно им явился, пока они еще не обошли, не успели обойти городов иудейских. Далее продолжает 24 стихе ученик. И слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Здесь Христос говорит уже о втором пришествии и о страшном суде. Нет ничего сокровенного, где все откроется, все помышления человеческие. И здесь предупреждает учеников, как бы утешает, не говорит, не бойтесь, и не думайте, что к вам будут относиться приветливо, если меня, как господина спасения, распяли на кресте. Не думайте, что к вам будут относиться иначе. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. То есть Христос говорил им о том, чему вы научились, ходя со мной, то проповедуйте не тайно, не эзотерически, а всем людям, даже до края земли. И далее 28 стих. Не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Очень важен 28 стих. Кстати, у тех людей, у которых есть священное писание, по Евангелии от Матфея 10, 28, можно проверить, есть ли в священном писании ошибки. О чем речь? Дело в том, что здесь написано, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И вот слово стоит более того, кто в нормальных православных библиях должно стоять с большой буквы. Потому что Бог хозяин жизни людей и их душ. Поэтому надо бояться более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Но не бояться того, кто властен над телом, то есть предать человеку мученической кончине. В некоторых библиях, в которых написано, что они как бы с синодального перевода, более того, кто стоит с маленькой буквы. И это очень серьезная ошибка, потому что выходит, если с маленькой буквы, то дьявол распоряжается нашей жизнью и душой. Поэтому, проверяя этим текстом, если более того, кто стоит здесь с маленькой буквы, то в этой библии более сотни ошибок, как мы подсчитывали в нашем исследовательском центре. «Медвели, малые птицы продаются за царей, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же все волосы на голове сосчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». То есть, Христос говорит, что «не бойтесь, когда вы поведут вас на судилище, то я забочусь меньше о вас, нежели я забочусь о растительном и животном мире». «У вас же, говорят, и волосы, все на голове сосчитаны. Бог говорит снова о себе. Христос говорит о себе, что он вездесущий, всемогущий, всезнающий. И если посылаются какие-то скорби и испытания, то лишь для того, чтобы в нас было терпение, о котором сказано терпением вашим, спасайте души ваши. все делается ради нашего спасения. Итак, всякий, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Исповедует меня. То есть, не говорит, кто уверует просто в меня, потому что сказано, и бесы веруют, но трепещут. Еще важно правильное исповедание веры. Правильное исповедание веры Иисуса Христа изложено в Никео Цареградском символе вере. Верую во единого Бога Отца, все держителя Творца, небо и земли, и видим всем невидимым. Итак, все 12 правил. Это правильное исповедание веры. Поэтому Христос говорит, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Что значит отречься? Отречься от исповедания веры. То есть это значит уйти из церкви. Есть такие люди, которые сегодня покидают церковь. Поэтому в Москве есть комиссия по реабилитации людей отпавших от православия. Каждый вторник провожу прием. С 15 до 19 тех людей, которых направляют, некоторые приходят с нами сами, где они там в каком протестантизме. Исповедание веры. Правильное исповедание веры дает нам дерзновение к тому, что Христос, сам Бог, исповедует нас перед Богом Отцом. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью его, и невестка со свекровью его, и враги человеку домашней его. Удивительные слова. Разве Христос не говорил о том, что он пришел мир и говорит мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Но в другом месте он говорит, я даю вам мир такой, не как дает этот мир. И мы хорошо понимаем, не как этот мир, мир любви и благоденствия. Нет. Христос говорит о другом. Принес меч. Что это за меч? Меч, обоюдоострый, это Слово Божие. Когда один человек в земле верует, а другой не верует, то между ними происходит разногласие. Христос принес нам свободу от страстей. Но каждый человек от греха, а грех есть смерть. Но каждый человек волен выбирать между смертью и жизнью. Поэтому такие разделения бывают. И мы знаем множество примеров и в истории, и в истории церкви. Если привести из житейной литературы, например, что здесь, да, ну вот, например, святые мученики Кирик и Иулитта, которые жили в Малой Азии, в городе Иконии. Святая Илита происходила из знатного рода и была христианкой. Это 284-305 год. Когда были гонения императора Деклетиана. Она была с маленьким ребенком, трехлетней. Кирику было всего три года. И когда она исповедовала, что она христианка, ее заставляли отречься, всячески избивали, то сын ее маленький, Кирик, крещеный, трехлетний, всячески порывался и бежал к ней и кричал «Мама! Мама!» Ему было жалко свою мать. И тогда император призвал к себе этого маленького мальчика, все делалось на глазах этого императора, отступника Деклетиана. И вот он всячески стал говорить «Вот тебе сладости, вот тебе игрушки, что, какой ты христианин, мама твоя страдает, все правильно, она против государства». И тогда этот маленький мальчик заявил «Я тоже христианин». И в злобе этот Деклетиан швырнул этого мальчика, и он ударился головой о каменный пол и пролил мученическую кровь. Это исповедание веры, это исповедание веры. Таких примеров много, например, мученик и отрок ворул, когда святой мученик Роман был дьяконом в храме в Кесарии Палестинской во время одного изгонения на христиан он переселился в Антиохию. И там его схватили и заставили отречься от Христа. Но когда его ввели для того, чтобы повесить, то он увидел в этой толпе множества народа христиан, которые следовали за ним маленького пятилетнего мальчика и сказал, что вот этот мальчик он намного ворул умнее тебя император, потому что он следует со Христом. И тогда этого мальчика схватили и сказали, ты христианин, ты хочешь пойти вместе с ним на казнь? Думали, что он сейчас испугается, убежит и все похохочут. Он сказал, я христианин, я готов пойти с ним на казнь. Сказали, перестань, отрекись, стали его ударять, бить. Он говорит, нет, я христианин, не отрекусь. Это исповедание веры, исповедание веры, таких маленьких детей. Мы как-то далеко ушли от христианских истин в исповедании своей веры. Очень часто в нашей жизни есть какое-то сообразование с веком этим, нет преобразования ума нашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Но Христос предупреждает, что это все будет, рано или поздно. Далее говорит, кто любит отца или мать, более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь, более нежели меня, не достоин меня. Люди, когда читают эти слова, вообще удивляются, что это за мир, что это за религия. О чем здесь говорит Христос? Он говорит о том, что если кто любит отца или мать, более нежели меня, тот не достоин меня. Почему? Потому что невозможно по принципам светской психологии научиться настоящей жертвенной любви к отцу, к матери и к своим детям. Поэтому такое резкое выражение для того, чтобы люди поняли, что не научившись этой любви, о которой говорит, о качестве этой любви, говорит апостол Павел, любовь долго терпит, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется. Если человек не научится, а этой любви можно научиться и терпению, и смирению только у Христа, то невозможно выстроить ни свою семью, выстроить отношения любви ни в своей семье, ни в государстве. Не между детьми и родителями. Если бы все старались и стремились жить по заповедям Евангелия, я думаю, что Льву Николаевичу Толстову не надо было писать этот роман о циедите, где вечный конфликт происходит именно по этой причине. И кто не берет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня. У каждого крест свой. Но надо еще помнить, что мы для кого-то тоже крест, кто-то нас тоже несет и кто-то терпит наши недостатки. Вот это мы очень часто забываем. Для нас все креста, мы думаем, что мы ни для кого не крест. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Что это означает? Душу свою. То есть, если кто душу свою лелеет со страстями и грехами, тот потеряет ее, то есть потерпит урон. Такая душа будет определена в ад. А кто ее отвергнет, эту душу со страстями и грехами и приобретет душу Христова, то есть ум Христов, его чувство и волю, тот сбережет ее, конечно, для царствия Христова. И далее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Можно сказать, кто принимает священника во имя священника, очень часто есть такой грех внутренне церковный, когда перемаются кости нашему священному началью. Надо бы здесь быть очень осторожными. Это грех хамства. Дабы как у хама, который посмеялся над своим отцом, не почернели бы наши души. Кто принимает пророка во имя пророка, кто это? Пророк-проповедник, тот получит его награду. Кто принимает миссионера во имя миссионера, получит награду миссионера. Кто принимает священника во имя священника, невзирая ни на что, видя только то, что он проповедует Царствие Христово, тот получит награду во имя его. На что он поставлен Богом, уже получает награду. Это еще и заповедь о странноприимстве. Помните, когда Авраам принял трех ангелов, на самом деле принял саму Святую Троицу, прообраз Святой Троицы. Как сказано о нем, что некоторые, не зная сами того, приняли ангелов и Бога. И кто напоит одного из малых сих только чашу воды, холодной даже воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. Снова и снова эту мысль здесь утверждает Господь Иисус Христос. Мысль о том, что странолюбие – это качество, которого на самом деле так мало сегодня у православных христиан, особенно тех, которые живут в мегаполисе. Поэтому странолюбие, снова и снова, надо сказать, это заповедь дается для того, чтобы мы понимали, как и Авраам некогда принял ангелов. И сам не знал того даже. Итак, эта глава, она очень, как вы видите, братья и сестры, насыщена по своим событиям и научению Христа. Мы видим здесь очень важные наставления, и они как бы Христос подводят общий такой знаменатель под всем вышесказанным и говорит, что «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее, и еще претерпевший же до конца спасется». Пожалуй, эти слова выражают все содержание главы 10 Евангелия от Матфея. Спаси Христос. Спаси Христос. Продолжение следует...